В отделении арт-терапии «Дома с ангелом» происходит то, что можно было бы назвать неким медицинским перформансом. Истоки подобной практики надо, по-видимому, искать в начале минувшего века, когда вся Европа была под чарами такого тогда новомодного течения, как и в ритмии. Посредством этой техники корректировалась речь, лечилось заикание. Профессиональные певцы укрепляли дыхательные пути и голосовой аппарат. В какой-то степени улучшались функции опорно-двигательной системы человека. Французская чета хореографов Сабина Жамей, композитор и инструменталист Камиль Челаев привезли в Одессу свой опыт работы с детьми от рождения пораженными ДЦП. Этот диагноз, к сожалению, почти равносилен приговору. Сабина и Камиль не думали, что смогут применять свои артистические таланты на столь далеком от подмостка в поприще. Но в какой-то момент попробовали и решили, что это хорошо. Так была создана школа Экаль-Саваж, что переводится как «дикая или сумасшедшая школа». В ее основе выявление естественных реакций детского организма на звук и ритм. Как правило, больные детским церебральным параличом отличаются либо повышенной моторикой, либо заторможенностью двигательных функций. И в том и в другом случаях, помимо промежуточных форм болезни, практически вся жизненная энергия затрачивается на то, что нормальный человек полняет автоматически. Взять чашку, написать что-либо на бумаге, не говоря уже о том, чтобы элементарно и целенаправленно передвигаться. Музыкальная и хореографическая терапия в немалой мере способствует тому, что дети преодолевают часто неизбежное одиночество, включаясь в жизнь уже как соавторы. Этот город меня как бы мгновенно вобрал в себя, потому что здесь же учился мой дедушка, у Столярского конкретно окончив мус-драмин в нынешней консерватории. Что меня, собственно, сюда и привело. Дети, это просто дети, они не отличаются ничем от взрослых. Раньше какие-то такие все приходили, немножко более, так сказать, все время что-то не понимали, что будет происходить, зачем, что такое. А сейчас как-то все спокойно, нормально. То есть, как бы, на самом деле, я же говорил, мы с ними просто время проводим, если так откровенно. То есть, мы не ищем ничего специального. Просто мы как бы с ними находимся в одном временном пространстве и звуковом. Сабина и Камиль основали свою практику посредством собственного творчества. И она имеет не только терапевтическое, но и психологическое значение для развития детей в благодарность за их труд. Директор «Дома с ангелом» и его создатель Борис Литвак наградил французов почетным знаком «Ангел Милосердия».